Приветствую вас на канале Адукар, меня зовут Виолетта и в сегодняшнем ролике я расскажу вам о том, как создать свой индивидуальный план подготовки к ЦЕ и ЦТ. Я расскажу вам о том, с чего начать, и что нужно учесть, чтобы ваш план сработал. А перед тем, как мы начнем, подпишитесь на наш канал, если вы еще это не сделали, поставьте уведомление, то есть нажмите колокольчик, и если не сложно, можете уже сразу поставить нам лайк, потому что видео будет полезным и практичным. Поехали! Первый пункт. Где составлять сам план подготовки к ЦЕ и ЦТ? Мы рекомендуем в таблицах, причем в электронных, либо в Excel, либо в Google таблицах. Так вам будет удобнее и красивее вносить любые правки и изменения в ваш план. Тем более, если вы воспользуетесь Google таблицами, то вы сможете в любой момент иметь доступ к своим записям с любого устройства. Единственное, вам нужно будет зайти через свою учетную запись. Но если вы получаете реальное удовольствие от ведения бумажных планировщиков, то можете взять любимый ежедневник и расчертить его под ваше расписание. Следующий шаг – это когда вы уже определились, в чем будете вести свой план, создать его. Вам нужно сделать таблицу, в которой вы пропишете дату занятия, тему и формат занятия, то есть время и какие задания вы будете выполнять. Практическое упражнение или решать тест или заниматься через тренажер онлайн. Это нужно для того, чтобы вы могли проконтролировать себя сами и вспомнить, что вы делали на конкретном занятии. Если же вы будете готовиться по нескольким предметам сразу, то лучше это расписание составлять для обоих предметов или для большего числа предметов в одной таблице, чтобы у вас не было накладок по времени и, соответственно, по нагрузке. Когда вы создадите свою таблицу, пропишите столбцы, их нужно будет заполнить. Начните со спецификации. С и ЦТ – это единый документ для обоих форматов экзаменов. Спецификации ЦТ и ЦТ вы можете найти сейчас на сайте РИКС. Сейчас там висят спецификации для этого года, позже появятся для тестирования и экзаменов в 2024 году, но ничего страшного, вы можете уже сейчас брать нынешние спецификации. В целом они не сильно будут отличаться, если и будут. Для чего нам нужны спецификации? Там прописаны все темы, на основе которых будут составляться тесты Ц и ЦТ. Документ там прикреплен в формате PDF. Лучше всего вам воспользоваться программой, которая конвертирует документы PDF в док-формат. И потом, когда вы конвертируете из PDF в док, вы просто берете, копируете темы и распределяете их по ячейкам в вашем плане. Когда вы распределите все темы, по всем предметам, которыми собираетесь заниматься в плане, то вам нужно понять, сколько времени вам необходимо отвести для каждой темы. И вот здесь хорошо проверить свой уровень знаний. Вы можете воспользоваться нашим сервисом CCT Online. Ссылка к нему будет в описании под этим роликом. Либо же попробовать прорешать тесты этого года. Но единственное, что если вы будете решать просто со сборника, вы поймете, какой процент заданий вы можете выполнить, но вы не поймете, сколько это в баллах. То есть такого количественно ощутимого результата вы не получите. Но опять же, смотрите то, как вам удобно. После того, как у вас на руках, условно говоря, будет результат, вы поймете, какие темы для вас более сложны, что вы знаете хорошо, а что серединки наполовинку. И вот ориентируясь на эти три условные показателя, вам нужно распределить количество заданий по каждому предмету. Там, где у вас все плохо, нужно больше времени, то есть ну и ту же тему вы можете разнести на несколько занятий, чтобы у вас было время и на теорию, и на усиленную практику. Серединки наполовинку тоже нужно повторять. И хорошие темы, то, что дается вам легко, тоже нужно повторять. Единственное, здесь вы можете сделать, например, упор на практику, чтобы, если теория отскакивает от зубов, вы ее закрепляли в разных форматах заданий. Когда вы распределили план по дням, по темам и количеству занятий, посмотрите на него с критической точки зрения. То есть, ваш план должен быть вам по силам. Да, вы можете забить все семь дней в неделю дополнительными занятиями и стараться выполнять это расписание, но уже в скором времени вы почувствуете, что сил у вас недостаточно и эффективность таких занятий будет близка к нулю. Поэтому обязательно продумайте, чтобы у вас были разгрузочные дни. То есть, кроме всего прочего, нагрузка в обычные учебные дни у вас должна быть посильной, но при этом вам нужно уделить хотя бы один день в неделю для занятий для души, чтобы вы отдыхали от школы и от дополнительных занятий. Чередуйте темы для повторения и изучения, если вам сложно идти строго по списку. То есть, вы можете комбинировать сначала что-то взять более сложное для вас, затем поощрить себе изучением легкой для вас темы и тогда как бы настрой будет держаться всегда на высоте, когда вы будете садиться за подготовку. Не забывайте повторять изученные. Вот прям пропишите себе в плане дни, примерно раз в месяц, хотя бы одно-два занятия для повторения, чтобы вы могли пройтись по тем темам, которые изучали ранее. Потому что информация быстро улетает из нашего мозга, точнее откладывается куда-то в долгий ящик. И, ну например, через шесть дней после изучения новой темы в нашей памяти остается только 20 процентов изученной информации. Возвращайтесь к своим темам, повторяйте и тогда к концу учебного года все то, что вы изучали в начале, будет вместе с вами, а не потребует изучения с нуля. Соблюдайте баланс теорий и практики. В идеале вам нужно изучить параграф, изучить какую-то тему и закрепить ее на практике. Это можно делать с помощью упражнений для закрепления или сразу же отрабатывать на тестах из сборников ЦЭЦТ или комбинировать оба способа повторения и закрепления. Потому что если делать упор только на что-то одно, например, читать учебник, пособие, уметь рассказывать свою тему, то вы можете упустить важные моменты, которые необходимы для того, чтобы справиться с тестом. Ну, например, то, как этот теоретический материал вкладывают составители тестов для части А и части Б. Например, пропишите для себя контрольные точки. То есть вам обязательно нужно следить за собственным прогрессом. Вы это будете делать на уроках повторения, то есть понимать, как вы изучили свою тему и насколько хорошо вы справляетесь с заданиями по ней. Но нужны и более масштабные проверки знаний. Запишитесь на этапы РТ. Они, кстати, первый этап начинается осенью. Посетите его, чтобы в более объективных условиях, ну, не дома в уютной обстановке, а все-таки уже в аудитории, где сдают тесты, пройти тестирование по своему предмету и понять, каково это работать вот в такой формальной обстановке. В конце каждого этапа РТ участники получают консультации. Это разбор тестов, где даются правильные ответы и даются правила по каждому вопросу и ссылки на те учебники, где можно повторить эти темы. Обязательно прорабатывайте эти консультации, чтобы закрыть какие-то пробелы, которые вскрылись у вас на репетиционном тестировании. Вот мы и расписали с вами путь, как создать свой план подготовки к ЦАИЦТ. Если же в будущем вы поймете, что не справляетесь сами, вам нужна помощь, консультация, то вы можете прийти к нам на бесплатное пробное занятие и познакомиться с нашими преподавателями и работой нашего образовательного центра. Ссылка на курсы будет в описании под этим роликом. На этом у меня все. Пишите в комментариях, каким предметом готовитесь вы и начали ли вы уже свою подготовку. Не забудьте поставить лайк, если видео было для вас полезным. Я буду очень рада и вся наша команда тоже. До новых встреч!